Слава Богу, братья и сёстры! У нас впереди несколько молитв будет, но я думаю, мы ещё наберёмся терпения, послушаем Слово Божье, поговорим ещё о видимом и что следует невидимое из того, что у нас бывает видимое. Знаете, я хочу прочитать от Луки, 7 главы, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищей, и он, войдя в дом фарисея, возлёг. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». И Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи же, который из них более возлюбит его». Симон отвечал, «Думаю, тот, которым он более простил». Он сказал ему, «Правильно, ты рассудил». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Интересная история произошла, которую мы часто слышали. Но как много уроков она нам дает сегодня в нашей жизни. Знаете, по сегодняшний день на Востоке женщины вместе с мужчинами не обедают, не завтракают, то есть вместе за столом не находятся, а где-то в отдельной комнате или за отдельным столом кушают. И вот фарисеи, что весьма странно, пригласила Иисуса к себе. Потому что фарисеи не очень относились к таким странным проповедникам, потому что за ними ходил народ, и их уже начинали меньше слушать. Но некоторые все-таки уделяли внимание Христу, видя, что это не простой человек, что он говорит интересные слова. И вот этот фарисей пригласил к себе Христа. И женщина, которая была в этой местности грешница, все знали об этом. Все знали, я думаю, пальцами показывали, вот эта вот женщина-грешница, не прикасайся, не подходи. Знаете, вот знакомые ситуации бывают в нашей жизни. Если ты пришел в какое-то общество, и ты там нежеланный гость, бывало такое у вас? Знаете, я не приходил на свадьбы без приглашения, да, но знаю людей, которые приходили. И как бы, если там можно затеряться, если так посмотреть, каждый из родственников думает, что это они его пригласили, да, и никто не спрашивает. То, например, на день рождения, придя, человек без приглашения, на какой-то праздник такой особенный, когда один приглашал всех, он будет заметен, правда? И будет не очень желанным гостем. Либо же, может быть, кто-то такой приходит, который мешает другим жить, у него там какие-то психи, зло, ну, нежеланный гость, сосед, который докучает, может быть, где-то, родственник там, одноклассник, может быть, еще кто-то вот такой вот, ну, нежеланный гость. Не хотелось бы с ним лишний раз говорить, видеть его, быть в обществе этого человека, потому что порой такие люди там приносят какой-то негатив. И вот представьте, женщина пришла в общество святых людей. Ну, как бы так о себе, в принципе, думали все те люди, находившиеся во фарисеи, это люди, которые служили Богу, учили, как служить Богу, и исполняли все, что нужно. Вплоть до мелочей, придуманных различных обрядов, которых даже Бог не заповедовал. Они все это делали. Сегодня я говорила, что и таблички носили с письменами, вот все видят это святой. И вот этот важный святой человек, думаю, его друзья вместе с ним пригласили к себе Христа. Давай вместе с ним покушаем, узнаем, кто он, что, прощупаем, что это за человек такой. И вдруг приходит нежеланный гость. Возможно, в обществе, в котором там находился Христос, были те, кто приходил к этой грешнице когда-то. Ну, он, конечно же, имел вид благочестия, этот человек. Очень важный, умный, мудрый. Он находился в сонме святых людей. И тут пришла грешница. И представьте, каково было ей, когда она знала, что нежеланный гость в общество мужчин, так вот, прийти в святых, что ее оттуда могут просто выгнать. Возьмут и даже не впустят. Может быть, по пути, когда она туда врывалась, в этот дом, ее пытались остановить, как в Артемея когда-то. Она все же прибежала ко Христу и упала в ноги Христа. И знаете, интересная мысль о фарисеях. О, а если бы знал он, кто это такая? Явно это не пророк. Явно это не человек Божий. Он бы знал, кто это. И кто к нему прикасается. Знаете, Христос знает наши мысли. Он знает, о чем мы думаем. И наши желания знает. И говорит, послушай, Симон, Я хочу нечто сказать тебе. Ты, говорит, воды мне не дал. Я ведь твой гость. Знаете, пыль дорог. Она оседала на людях. Мыли ноги и руки, в том числе и голову. Потому что грязь, она оседала, она жара. Жарко в том месте, в тех местах. Ты, говорит, не уважил меня, как гостя. А она, говорит, слезами умывает мне ноги. Слышишь, фарисей, Симон, она слезами умывает мне ноги. А перед этим рассказал притчу с хорошим таким намеком. Это, конечно, отдельная еще очень история о том, кто кому должен и сколько прощено. Ну, просто можно сделать короткий вывод. Кто больше возлюбил? Симон, кто больше возлюбил? Тот, кто осознал свою греховность. Может быть, ты не убил и не украл много, чуть-чуть, и не обидел много, немножечко. И ты считаешь себя таким праведным. И ты в своей праведности большой и великий. А она осознала и упала к ногам Христа и принесла еще сосуд драгоценный. Сегодня о сосудах была речь. Знаете, я выяснил, это был такой сосуд с длинным горлышком, которым было закупорено это горлышко, чтобы эта мира не испарялась, чтобы аромат, когда вскроет это горлышко, порой это горлышко разбивали, чтобы вскрыть этот сосуд. И все это вытекало наружу. И знаете, возможно, это были ее все сбережения. Все, что было у нее, она принесла к ногам Иисуса. Знаете, есть такой Уильям Сеймур. Может быть, слышали о пробуждении на Азуза-стрит в Америке в начале прошлого века. Это был такой человек, у которого цвет кожи был черный, пастор и проповедник. У него была особая жажда к Богу. И он как-то, ища Бога, он был, насколько я помню, баптист, ну, был в учении баптистов, и как бы такого движения еще не было. И тут он узнает, что где-то там есть лекции, служения о Духе Святом, о крещении Духом Святым, о погружении в Дух Святой. И знаете, он узнал, где это, и поехал туда. Там немножко даже у него речь была не очень. Вот приехал такой вот незваный гость в общество белых людей, важных людей. Может быть, там были на самом деле искренние христиане, но был закон в том штате, о том, что белые и черные люди не могут находиться в одном помещении. Вот он приехал на ту лекцию, и его туда не пустили. Христианина, христиане, которые говорят о Духе Святом, о спасении, не смогли пустить. Ну, закон такой. Мы не можем тебя пустить, брат, извини. И знаете, он не обиделся. Он сидел в соседней комнате и слушал Слово Божье сквозь приоткрытую дверь, через щель, и внимал Божьим словам. Ну, не обиделся. Не обиделся. Сколько сегодня людей, которые обижаются. Знаете, вот обидел его кто-то из церкви, сказал не то. Не забывай мы все люди. Может быть, пастор обидел, служитель. Кто-то обидел тебя. И ты ушел, обиженный, остался дома, куда-то перешел. А знаете, этот человек не обиделся, он сидел и внимал Божьим словам. Может быть, где-то ты там на крыльце сейчас. Ищешь Бога и думаешь, нет мне места там в том месте, в этом обществе. Эти христиане не очень меня принимают. Кто-то, куда бы ты хотел друзей своих завести. Вот в этом обществе быть. Не обижайся. Все твои обиды, они в тебе. И порой твое духовное состояние диктует твои обиды. А человек, которого просто-напросто не пустили, даже в общество, просто в помещении одном быть, не то, что за стол усадили, он внимал Божьим словом. Вы представляете, какая жажда была у человека. И тут пришла эта грешница. И все с презрением на нее смотрели. И она даже не отважилась вперед Христа, прийти она позади. Пришла сзади и упала в ноги Христа. Иисус говорит, «Слушай, Симон, ты даже не отнесся ко мне, как к гостю, просто как к гостю, невеликому там учителю, еще кому-то. Ты просто-напросто решил прощупать, что да как. А эта женщина осознала. Я не знаю ее пути, мы не знаем, как она, почему она к этому пришла, где она слышала Слово Божье, Христа. Но она пришла в то место, в осознании своих грехов. Так как тот мытарь. Мы сегодня слышали о мытаре. И фарисеи, пришедшие в церковь, к Богу. И мытарь говорил, «Господи, прости меня. Прости меня. И знаешь, не важно, насколько ты был раньше грешен. Знаете, я не был в мире, так вот, как есть люди, которые рассказывают, на каком дне они были. Я не подал в эти грехи. Но мне все равно мешало возлюбить Христа, как эта женщина, грешница. Не потому, что я был более святой, а потому, что я не осознавал своей греховности и того спасения, которое сегодня дает нам Христос. И порой мы, христиане, часто делаем, как этот фарисей Симон. И сегодня Христос говорит, «Слышишь, Андрей, я нечто хочу сказать тебе. Василий, Антонина, я что-то хочу тебе сказать. Сегодня тебе вот этого не хватает. Может быть, любви к ближнему, к твоему родному кому-то. Кто-то тебя уже замучил, и ты устал от него, от этого человека. Я возле тебя рядом, и ты порой не почтил меня. Да, ты, может быть, молился и утром, и вечером, и даже в обед, но это было лишь как обряд, там, омывение рук или еще чего-то. Ты просто не почтил меня, как того, кто дал тебе спасение, и продолжаешь это делать в своей жизни. Послушай, друг, если в твоей жизни сегодня так, и ты оказался, может быть, где-то за дверью, или еще что-то с тобой приключилось, есть Христос, и ты можешь принести Ему все, все, что есть в твоей жизни, твои знания, лучшую одежду, все твое пропитание. Ты можешь это сделать, когда осознаешь любовь Божию и прощение, которое Он дал тебе. И мы сегодня христианами называемся. А являемся ли таковыми? Пусть каждый подумает из нас. Некоторые говорят, я христианин, а по делам не скажешь. По делам не скажешь. И Христос говорит, я что-то хочу сказать тебе. Я и сегодня продолжаю стучать в каждое сердце. Я и сегодня жду, ты меня позвал, а я жду тебя. И Бог сегодня пусть благословит каждого из нас. не быть тем Симоном, а просто прийти к Богу, ко Христу, как та грешница. Может быть, ты не самый греховный, но Господь тебе обязательно даст победу и благословит тебя в твоей жизни. Знаете, в последнее время мы видим много смертей вокруг. Люди умирают. Люди находятся в страхе. И в том числе христиане тоже, некоторые находятся в страхе. Много кто потерял своих близких, в том числе и христиане потеряли. Знаете, Бог, возможно, выбрал этих близких, они были готовы. Но Он их забрал к себе, они сегодня счастливые. Те, кто были со Христом, они с Ним сегодня, не продолжая жить в страхе, сегодня умерла Татьяна Йорж, наша сестра, отошла ко Христу. И хотелось бы очень поддержать близких, помолиться за эту семью, чтобы Бог дал силы и укрепил их. Помолиться за всех тех, кто тоже потерял близких. И кому нелегко, кто-то потерял мужа, кто-то жену, кто-то отца, кто-то маму. И это большая утрата для нас. И нам тяжело это осознавать. Но Господь, Он утешает сегодня. Он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Ты будешь со Мною в раю, если будешь идти за Мною. Давайте мы помолимся сейчас, встанемся вместе. И все вместе. И вот и все.